Ситуация критическая, обозначил позицию директор компании Саровгаз Геннадий Вертей и предложил комплексный план развития системы газоснабжения Сарова. На его реализацию необходимо чуть более 50 миллионов рублей и уложиться нужно в ближайшие пару лет. Северная закольцовка газопровода высокого давления позволит дать газ в будущее дома многодетных на улице Нижегородской, а также дегазифицировать участки в Балыкове в рамках указов президента. Но есть проблема. У местного оператора компании Саровгаз средств на строительство магистрального газопровода нет, а у города нет полномочий. Вопросы с перекладкой газопровода на улице Балыковской как бы так прозвучало, что на перспективу и не намерены вот это реализовывать. И было предложено как бы рассмотреть вопрос в плане реализации вопросов по дегазификации, вернуться к этому вопросу и за счет средств единого оператора решить этот вопрос. Не хватает либо мощностей, либо распределительной, их надо включать в программы. Тут решили возложить на операторов уже, как их называют, ГРО-2, то есть которые региональные такие, или собственники сети, или как у нас в этом объекте, естественно, на поле. А механизм сам, компенсация им затрат, либо финансирование не отработан оказался. Чтобы решить вопрос, нужно привлекать федеральные и региональные бюджеты. Для этого заявляться в различные программы и искать поддержки на высшем уровне. Однако это не позволит реализовать именно проект закольцовки. Как правило, программы адресные и решают конкретные проблемы, при этом растягиваются во времени. По вопросам взаимодействия с единым оператором газификации, как я уже говорил, возможно построить только запрос для нужд, заявившихся нужд, и это не решит вопрос для многотедных. Нами направлены письма и по Нижегородскому, и по Балыковскому, и Министерству строительства, и МинжКХ по включению нас в региональную программу развития газовых сетей. Причем МинжКХ писал, что это не их полномочия. Минстрой просит предоставить документацию. И, в общем-то, у нас есть надежда, что по Нижегородскому этот вопрос решится, потому что мы его заявили как для газоснабжения участков для многодетных. В отличие от адресных программ, которые решают точечные вопросы, северная закольцовка газопровода расширила бы и перспективы строительства индивидуального жилья в северной части города. Но обсуждая больше часа предложенную программу, депутаты так и не нашли решения, как реализовать проект в рамках города. В любом случае, без поддержки региона в этом вопросе точку не поставить. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.